Всем привет! Сегодня хочу сделать небольшой обзор на децентрализованную биржу PancakeSwap. Задают вопросы, как на ней работать, поэтому давайте сделаем небольшой обзор. Вот главная страница обменника этого. Здесь много чего есть, сейчас я на этом останавливаться не буду. Я покажу, как делать непосредственно обмен. Мы участвуем в листингах на Pancake, как работать с Pancake. Итак, нам необходимо в раздел Trade Exchange зайти. После этого подключаем наш кошелек MetaMask, то есть нажимаем на кнопочку Connect и через MetaMask подключаемся. Обязательное требование необходимо, чтобы ваш MetaMask был именно в сети Smart Chain. То есть Pancake работает именно в сети Binance Smart Chain. Также вам необходимо иметь какое-то количество BNB для комиссий. Комиссии здесь очень маленькие, они меньше одного доллара, даже, ну, обычно порядком 10-20 центов комиссии, поэтому много его держать не обязательно, но для совершения любого обмена у вас должен быть BNB. Так, теперь нам необходимо определиться с монетой, которую мы будем обменивать. Как найти монету на Pancake? Для этого необходимо вставить смарт-контракт данной монеты. Если вы, допустим, можно взять его на CoinGecko, да, вы знаете, какую монету вы хотите купить. Например, вот, котов возьмем, да, монету NKAT, вы можете на CoinGecko взять смарт-контракт, вот здесь он находится. То есть вы его просто копируете и вставляете вот здесь в поиск. Вот, добавляете, все. Далее вы выбираете валюту, за которую вы будете торговать. Вы можете торговать за любую валюту, но главное, чтобы на балансе был BNB для комиссий. Вот я выбираю, например, BUSD. Если же вы хотите поторговать именно на листинге, то есть когда монета только выходит на биржу, смарт-контракт я обычно выкладываю в анонсе, вы можете взять его оттуда. Далее, очень важный момент – это проскальзывание. Вот здесь оно снизу отображается, сейчас у меня стоит проскальзывание 0,5%. Объясняю, что такое проскальзывание. Это процент к цене, то есть к курсу, на который вы согласны скакануть в случае скачка курса. То есть, допустим, вы хотите купить монету за 100 долларов. Если вы здесь поставите проскальзывание 5%, значит вы купите монету в диапазоне от 95 до 105 долларов. Если же монета, пока будет ваша транзакция проходить, скаканет в цене, то ваша сделка не совершится. Это очень важно понимать, особенно для листингов, когда цена растет очень быстро или падает очень быстро, вам необходимо быстро купить или быстро продать, проскальзывание нужно ставить побольше. На листинге я рекомендую, я сам ставлю от 10 до 12% проскальзывания. Если же цена скачет не сильно, то уже можно будет изменить проскальзывание опять в меньшую сторону. Чтобы не сильно улететь по цене. После того, как вы выставили проскальзывание, мы можем переходить к обмену. Мы пишем ту сумму, которую мы хотим потратить и видим ту сумму, то количество токенов, которые мы приобретем по текущему курсу. Вот здесь отображается курс. Почему я рекомендую на панкейке торговать в долларах, то есть BUSD или USDT. И очень удобно отслеживать именно курс. Потому что если вы будете торговать за BNB, вам нужно будет в голове, в уме на калькуляторе пересчитывать курс, чтобы понять, какая сейчас цена. Далее. Если вы торгуете первый раз определенной монетой на панкейке. Допустим, это у меня чистый кошелек, на нем еще не было совершено ни одного обмена. Мы видим, что обмен еще совершить нельзя. Необходимо подтвердить BUSD. То есть дать разрешение панкейку использовать вашей BUSD. Поэтому я нажимаю вот Approve. Здесь никаких изменений делать не нужно. То есть как в эфире, мы обмениваем, выставляем комиссию побольше и так далее. Здесь достаточно того, что есть. Просто нажимаем подтвердить и ждем. После того, как транзакция наша подтвердилась, вот у нас активно стала кнопка Swap. И мы можем совершить покупку. Также нажимаем Swap. Подтверждаем. Подтверждаем в MetaMask. Ничего по комиссии менять не нужно. Нажимаем подтвердить и ждем, когда произойдет транзакция. Все, вот мы получили уведомление, что обмен произошел. Теперь мы можем нажать на стрелку и посмотреть. Сейчас здесь обновится наш баланс. Вот мы видим количество токенов, которые мы купили. Количество BUSD уменьшилось. И теперь, в принципе, покажу вам, где смотреть график. Сейчас DexTools, в принципе, уже показывает график на сети Binance Smart Chain. Но немножко он еще подглючивает. Они там, видимо, что-то еще докручивают. Поэтому пока пользуемся PooCoin. Вот так выглядит сайт PooCoin. Чтобы здесь найти нужный нам токен, мы также вставляем смарт-контракт, адрес смарт-контракта. Не рекомендую пользоваться поиском. Лучше всегда искать монеты по контракту. Все, график прогрузился. Здесь можете смотреть текущую цену, скачки и так далее. Здесь выставляете интервал. Часовой, четырехчасовой, минутный. Если на листинге, то лучше, конечно, смотреть минутный. Но тут уже как удобнее. Ну и теперь давайте попробуем вернуться и продать наши токены обратно. То есть выбираем максимум. Либо вы можете выбрать любое количество токенов. Так, опять, как вы видите, необходимо провести аппрув. Делаем аппрув новой монеты. Потому что еще ни разу она не торговалась на панкейке у нас на этом кошельке. Все, аппрув прошел успешно. Мы видим, что кнопка Swap стала активной. И давайте поменяем. Вот покупали мы на 10 долларов. Теперь обратно мы заберем 9 долларов. То есть курс немножко подпросил. Но еще плюс проскальзывание. Возможно, сыграло свою роль. Так, нажимаем Swap. Подтверждаем. И подтверждаем метамаски. Все, обмен произошел. Вот наш баланс увеличился. Тут какие-то копейки остались еще. Ну вот так в целом работает панкейк. Думаю, для новичков это видео будет полезным. Спасибо за внимание.